Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол. Это жизнь. Итак, концовка нашей карьеры за Ювентус. Во-первых, сегодня уже последняя серия карьеры за Ювентус. Под руководством именно как тренера Ювентуса у нас заканчивается чемпионат Италии. Сегодня последний матч против Вероны Домашний. И матч в финале Лиги Чемпионов против Мадридского Реала. Ну а уже следующие выпуски, я думаю, их у нас получится где-то три. Первый это, наверное, все-таки пройдем мы весь групповой этап за сборную Италии. На чемпионате мира. Ну а там уже дальше как пойдет. То ли у нас будет концовка, то ли будем как-то быстренько это все дело заканчивать. Будем за этим наблюдать. Ну что же, вот таким составом я решил сыграть против Вероны. Думаю, у нас все получится. Тем более, если мы сегодня победим, то у Ювентуса будет за один сезон 100 очков. Будем к этой отметке мы двигаться. Итак, готовится Марио Манджукич. Сегодня последний тур. Крещено Роналдо уже не сыграет в чемпионате Италии. Для него уже прошла последняя игра. Но вот для Марио Манджукича это еще одна игра. Последние 90 минут, наверное, у Манджукича в этом сезоне в чемпионате Италии, где он может увеличить свой отрыв в гонке бомбардиров. Поехали. И Дешилио отлично, отлично проходит. Одного убирает. И, ну и все-таки Марио Манджукич забивает свой гол. 86-я минута. Кто, если не он, должен был принести победу в этом матче, в последнем туре. И, скорее всего, этот именно гол станет для нас ключевым. И именно этот гол принесет нам 100-е очко в чемпионате Италии. Это финальный звездок. Это последний матч Ювентуса в чемпионате Италии был. И Ювентус, благодаря единственному голу Марио Манджукича, набирает свое 100-е очко. И заканчивает чемпионат на вот этой вот прекрасной ноте. По статистике, ну, мало, естественно, били. По воротам. Тяжело, конечно, было сейчас играть Ювентусу и Вероне тем более. Игрок травмирован. Бентактур на три недели вылетает. Ну и нам добавили 55 миллионов. За то, что мы выиграли чемпионат Италии. Это очень даже приятно. Не знаю только, куда теперь денуты эти деньги руководства. Это мог и потратить их я. Но их просто уже некуда тратить. Если только не подписывать сейчас игроков. Сейчас, естественно, вот вы видите, что ничего нет у нас. К сожалению, никакого бюджета. Вот эти 10 долларов. 10 евро, к сожалению. Не сняюсь. Так что. У нас финал, друзья. Реал Ювентус. Мы, естественно, сейчас посмотрим весь тот путь, который прошел и Реал, и Ювентус. Ювентусу, конечно, это намного легче было. Кстати, вот. Нам уже говорят подготавливать состав к чемпионату Италии. Ну и давайте все-таки теперь посмотрим. У нас есть два вратаря. Мне кажется, это достаточно. Это Перин и Буфон. Не знаю, стоит ли брать Доноруму вместо Перина. Может быть, все-таки даже и возьмем. Потому что это молодой голкипер. И он просто невероятным потенциалом. Килини, Банучи, Флоренции. Ну, здесь у нас все по правилам должно быть. У нас 4-3-3 схема. Два левых защитника. Это Дармиан и Кришета. В правом это у нас Запакоста и Флоренции. Я так понимаю, у нас и выше рейтинга нету. На правом защитника есть Пиццини. Но у нас здесь и Запакоста такого же рейтинга. Итак, ну и на центральных защитников лучше рейтинга не будет. Здесь у Барзагли и у Калдары. Также Романьоли. Ну что же, переходим теперь к центральным полузащитникам. Их у нас аж целых 6. То есть, посмотрим здесь у нас вот Васкиеза нам рекомендует. Но Деройси это все-таки легенда Роман. Так что мы должны дать ему этот шанс играть на чемпионате мира. Так же как и в Маркизе. Это последние, наверное, для них все-таки уже чемпионаты. Ну и вот нападение. Аж целых 7 игроков. Я все-таки думаю еще брать ли Задзу либо Джовинг. Хотя у нас Дзадзе ключевой, наверное, будет игрок в нападении. Кто знает, тут у нас и Имобили Балателли. Ну, скорее всего, вот так вот, друзья, мы такой состав и все-таки оставляем. Вот так вот у нас будет выглядеть состав на чемпионат мира. Вот этот первый состав. Криштаке, Килини, Банучи, Флоренции, Инсини, Маркизи, Верати, Бринардески и в нападении Имобили и Балателли. Ну, а в этом составе давайте мы вместо Буфона все-таки поставим уже Доноруму. Дадим все-таки шанс молодому голкипру ему там 19-20 лет. Так что нужно начинать уже. Вот Дармян, Ругани, Барзагли, Дзапа Коста, Шарави, Дероси, Бонавентура, Верди, Белоти и Симеона Дзадза. Ну, у нас чемпионат мира еще пока что не начался. У нас еще финал Лиги Чемпионов должен отыграться. От него, скорее всего, все и будет зависеть, какой мы рейтинг получим. Сейчас даже мы глянем, так, что нам здесь. Квадова Асамо хотят купить в ПСЖ. Тут уже ему 10 миллионов. Давайте начнем переговоры. Квадова Асамо мог у нас покинуть зимой, так как купили мы Зинченко. Ну, так что, скажем, 12 миллионов. Последнее предложение. Ну, давайте хотя бы, друзья, ну, 11. Вы же все-таки ПСЖ. Может быть, получится. Хорошо, мне уже не так важно, где будет играть Асамо. Я покидаю клуб, так что Асамо. Вот ПСЖ, Реалсеза Тулуза, его могли купить еще раньше во Францию. Но он, вот, к сожалению, отклонял. Может быть, теперь он с ПСЖ все-таки перейдет. Из одного топ-клуба Италии в другой топ-клуб Франции. Мне кажется, это неплохое приобретение будет. Итак, еще нам нужно провести, наверное, последнее. Это уже будет тренировка перед финалом Лиги Чемпионов. Вот Зинченко немножко прокачался, так же, как и Алисон. Итоги мы, друзья, наверное, подведем после финала Лиги Чемпионов. Так как, чтобы уже матчей у Ювентуса просто не было в этом сезоне. И уже потом будем готовиться к Чемпионату мира. Истекают сроки здесь у игроков. Но я этими игроками просто не интересуюсь. Мне кажется, и Ювентус не интересовался бы ими. Именно, ну, Дуглас Хостов в аренде, потому что Бендикт Хеведес, он переходит. Даже не вспомню, куда. В аренде он, кстати, в шальке, значит, возвращается все. Виталий он в аренде. Эти все, ну, и просто контракт с ними расторгнут, и все. Мне они сильные такие не нужны. Давайте проведем пресс-конференцию к Лиге Чемпионов. Вот такой состав нам предлагают посмотреть. Навас, Карвахаль, Варан, Рамас, Марсел. Ну, это все стабильно. Лорен Тэм, Модрич Кросс. Справа в Аскрис, по центру Бензема. И Сливасен, кстати, лучший бомбардир у Реала в Лиге Чемпионов. Ну, и нарушает больше всего это Марсела. Вон и удаление получил, так же, как и Лиоренто. Но я, наверное, все-таки похвалю. Я даже не знаю, тут кого хвалить-то. Давайте Модрича. Это капитан сейчас должен быть. Но не Рамас, мне кажется, капитан у Реала. Все может быть. Полное выздоровление там. Ну, и давайте. Ва-2 само все-таки перешел в ПСЖ. Кто бы сомневался. Бентак Тур отошел от травмы. Ну, и все, естественно. Финал Лиги Чемпионов. Выходит у меня вот этот состав. Коста, Роналдо, Бейл Коста проводит свой последний матч за Ювентус. И переходит он, ну, возвращается, точнее, обратно в Баварию. Ну, вот он. Криштиан Роналдо. 14 забитых мячей. 7 забитых мячей у Паула Дебалы. Столько же и у лучшего бомбардира Реала в Лиге Чемпионов. Тоже 7 у Марко Асенсио. И Дуглас Коста. Вот 3. Посмотрите. Только у Пассажей есть еще 2. Больше никто так много не забивает. Роналдо, Дебала и Коста. Вот они в лучшие в Лиге Чемпионов. Давайте теперь мы поговорим о Мадридском Реале в Лиге Чемпионов. И о Ювентусе, конечно. Давайте сначала о нас. Ювентус ни разу не проиграл. 4 победы, 2 ничей, 13 забитых мячей, 4 пропущено, 9 разница мячей. Ну, теперь Реал. Они проиграли один раз, но они больше и выиграли. 11 забитых мячей, 5 пропущено, 6 разница мячей, 15 очков. А у нас там 16, если я не ошибаюсь. Я забыл. Ну, да. На 1 очко побольше набрал Реал. Итак, уже плей-офф. Ювентус в 1-8 вынес Боруссию, 7-3. Ну, а Реал обыграл, кстати, наших соотечественников из Италии, Рому, 4-2. Идем дальше. 6-4 разгромил просто Ювентус, Манчестер Юнайтед. Могли выйти, кстати, мы на этой стадии. Ну, а Реал обыграл ПСЖ с еще там минимальным, 3-2. Ну, вот полуфинал, где просто Ювентус шикарно играл, 9-5, обыграв Баварию. Ну, а Реал обыграл Барселону с счетом 3-1. Неплохое такое было шествие. Все много забивали. Ну, и все, друзья. Теперь вот надо поменять сюда все-таки Алисона поставим. У него уже рейтинг-то 89. Я думаю, он обязан отыграть этот финал Лиги Чемпионов. Реал будет... Ну, почему нам такие предлагают? Ну, да, тут, кстати, странно. Пусть они все-таки отыграют вот в этой. Мне кажется, им очень идет. Это форма Майнкрафта такая подобная. Поехали в финал. Итак, друзья, вот он. Финал Лиги Чемпионов Тони Кросс. Лучший игрок состава. В центре полузащиты сегодня не будет проблем. Вот он Паладибала. Лучший игрок в составе Ювентуса. На данный момент именно по рейтингу. Ну, и надеемся увидеть красивый футбол от обеих команд. Почему-то финал на Сантьяго Бернабеу странно. Но все-таки давайте уже свыкнемся с этим. Реал против Ювентуса сегодня играет. Крещен Роналдо против Реала. Гаррет Бейл против Реала. Сегодня будет интересно на это посмотреть. Вот этот трофей, за который мы будем бороться сегодня, друзья. Мы за него боролись по ходу всего сезона. И вот он Серджио Рамос. Посмотрим, как Роналдо. Ну, естественно, так по плечу. Ну, и Роналдо здесь немножко хладнокровно. Ну, с Марселло там он, естественно, в хороших, наверное, теплых отношениях остается до сих пор. И вот он, Зенедин Зидан. Собираются в круг игроки Реала. Настраиваются. Кстати, Ариен Робан играет в Реале. Сейчас мы даже по-конкретнее увидим. Значит, не Васкис будет играть, а Ариен Робан. Вот он. Это его дебют, говорят. Ну, это, естественно, все так говорят. Перешел он за 26 миллионов. Неплохо так в свои 34 года. Вот он, он на поле. Семерку он забрал у Криштиана Роналдо. И вот он, капитан Серхио Рамос. Судя сегодня Фабрисио Мадеуэльт из Франции. Карим Бензема есть француз. И Рафаэль Варан в составе Реала. У нас, если я не ошибаюсь, французов нет. Итак, начинается финал Лиги Чемпионов. Поехали! Отлично! Ну, что творит-то Джоджо Келлини? Он, наверное, понимает, что для него это также последний шанс уже выиграть Лигу Чемпионов. И отдает хороший пас Криштиана Роналдо и Паула Дебала. Будет ли 1-0? Криштиана Роналдо и Паула Дебала великолепно разыгрывают комбинацию штрафной. 16-я минута, друзья. 1-0. Паула Дебала открывает счет. Вот так вот он шикарно еще отдает. И Роналду спиной стоя отдает на Дебалу. И все. Ворота Реала распечатаны. Восьмой гол. Паула Дебала. Это второй бомбардир после Криштиана Роналдо в Лиге Чемпионов. Паула Дебала. Дебала. Нужно бежать. Стремляется. И какой шикарный гол забивает Паула Дебала. Это дубль аргентинца. 35-я минута матча. И просто невероятно. Он здесь развернул оборону Реала. И в девятку забивает мяч. Он просто перекидывает этим ударом Кейлора Наваса. Вот здесь вот шикарно становится Рамаса и Марселла. Одним взмахом и вот так вот в самую девятку забивает Паула Дебала. Шикарный гол. Наверное окажется лучшим голом этого финала. Да и последних наверное лет. Не так часто красивые голы забивают в финале. Ну и болельщики благодарны ему за эту игру. И вот этот шанс. Криштиана Роналдо против Рамаса. Криштиана Роналдо. Но все-таки здесь на вас. И какой великолепный финт от Криштиану Роналду. Что делает этот португалия. Он забивает ворота Реала. И не будет он праздновать ворота своей бывшей команды. Где он поднялся как личность. Ну как личность наверное он сформировался еще и в Манчестере. Но все-таки посмотрите на этот великолепный финт. И гол левой ногой друзья. Три гола пропускает Реал от левой ноги. И два от Дебалы. Левой ногой он забил. И тут еще и Криштиану своей нерабочей ногой забивает. Хороший дальний удар. Ну естественно. Без всяких празднований. Ювентус становится обладателем Лиги Чемпионов. Благодаря дублю Паула Дебалы и голу Криштиану Роналду. Ювентус становится чемпионом европейских наций. Можно даже так сказать. Сейчас Ювентус это лучший клуб в Европе. Именно на данный момент. И здесь. И не поспоришь. Они в чемпионате очень себя шикарно показали. Да, они проиграли в кубке Торино. И к сожалению не смогли взять Требл. Но все-таки все для себя важно. Они выиграли. Это Лига Чемпионов. Это самое важное. И вот он Джорджо Келлини. К сожалению, Джан Луиджи Буфон ушел в Парис Сен-Жермен. Для него Лига Чемпионов была не берущимся трофеем. Но он мог выиграть его, если бы не ушел в ПСЖ. Но у нас становится обладателем Джорджо Келлини. Капитанской повязкой. И внимание. Ювентус обладатель Лиги Чемпионов УЕФА. Ну что же. По тренерской карьере мы замечательно все сделали. Мы выиграли и за Краснодар Оливы Европы. Это очень неплохо. И за Ювентус. Ох, какой шикарный вид-то. Еще и не темнеет в Мадриде. Праздник сегодня только начинается для болельщиков Ювентуса. И для самих игроков. Но вот он Джорджо Келлини. К болельщикам без них действительно бы ничего не получилось. Шикарный сезон провел Ювентус с новым тренером. Новый трофеем. Да, к сожалению, все еще насчет Кубка. Мы его не выиграли. Кубок Италии. Но все-таки Лигу Чемпионов мы выиграли. Закончили мы эру Реала с чемпионством в этом турнире. И все. Сейчас это будет фото. Где? Вот он, кстати, Александр Зинченко. Ну и Крещано Роналдо. Он-то празднует. Абсолютно заслуженно стал лучшим бомбардиром Ювентуса в Лиге Чемпионов. И все, друзья. Спасибо большое болельщикам и вам за просмотр нашей карьеры. Все-таки мы дотянули до этого. До конца сезона. Последний это был, между прочим, друзья, матч. И насухо его отстоял Алисон. Невероятный сейв он сделал в финале. Ну и теперь все. За Ювентус мы закончили нашу карьеру. Италия, Польша, Румыния и Котти Вуар. 15 миллионов нам добавили к трансформному бюджету. Ну а теперь давайте, пожалуй, разберемся вообще по всему нашему сезону. Закончим его. Ювентус стал чемпионом. 100 очков они набрали. 111 мячей они забили. Посмотрите, разница мячей. 77. Это на 44 больше, чем у Наполи. Это вторая строчка. Ну, если я не ошибаюсь, Наполи и Интер, они выходят в Лигу Чемпионов. Торино, Милан. Наверное, они все-таки выйдут в Лигу Европы. Ну и Кротоне, Беневенто и Спал вылетают в вторую итальянскую лигу. Не знаю, зачем я сейчас вышел. Нам нужно было дальше просмотреть. Суперкубок за нами. Мы тогда его выиграли против Лацио. Кубок выиграл все-таки Торино. Хоть не зря мы вылетели. 3-2 мы выведем. Но они еще и по пенальти Наполи обыграли. Так, ну здесь мы, да. Мы помним, как мы обыграли Барселону. Здесь наша Лига Чемпионов. И кто выиграл Лигу Европы? Ливерпуль. Ювентус, Ливерпуль. Вот такой был бы суперкубок. Кстати, посмотрите на Краснодар. Они даже без моего руководства дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Хотя в прошлом сезоне они выиграли Лигу Европы. Так что это очень даже неплохо. Ну и здесь мы все-таки со второй строчки. Квалифицировалась сборная Италии на Чемпионат Мира. Ну и сейчас давайте мы пробежимся. Все-таки это последний был матч за Ювентус. Пробежимся мы быстренько по составу. Кто у нас здесь все-таки играл. Алисон и Честный. Плюс 5 Алисон для себя добавил. 84 был у него рейтинг. Так же как и у Войсов Честный он плюс 2 добавил. Правого флангового защитника мы купили. Эктора Белерина. Плюс 2 к рейтингу. Неплохо. Плюс 2 также у Матя де Шильо. Бенатя все так же остался 85. Килини был 89, но все-таки здесь уже возраст. Джикия был 77. Неплохо. Добавляют. Барзагли. К сожалению уже в рейтинге упал. Ему 37 лет. Все-таки он, наверное, я так понимаю, нет. Еще, наверное, на сезон он останется. Минус 3 к рейтингу. Хеведес получил травму. Но 83. Рейтинг также остался. Александра был 86. Хороший левый защитник. Ну и Зинченко. Посмотрите. Плюс 7 к рейтингу. Хотя он был куплен, если я не ошибаюсь, летом. Он у нас еще был куплен за сезон. Плюс 7 к рейтингу. 77 у него рейтинг. Ква-2 Самоа также и остался. Но он переходит уже в ПСЖ. Удачи ему там. Блэйз Матюди из ПСЖ, кстати, перешел к нам в прошлом сезоне. Также остался с рейтингом 85. Бернардески плюс 3. Будем надеяться, что это надежда в сборной Италии на чемпионат мира. Пьянич так и остался с рейтингом 86. Хедира потерял немножко в рейтинге. Все-таки ему 31 год уже. Бентактур прибавил в рейтинге плюс 3. Но травма все-таки еще недели осталась. Клаудио Маркизио. Это просто легенда Ювентуса. Минус 1 к рейтингу получил. Но не так уж и много в его-то возрасте. С Турара он у нас ушел зимой. Вроде в аренду. Вот в Тигрес. Плюс 2 к рейтингу он все-таки сделал. Но тут арендованный его Дуглас Коста. Практически, естественно, запомнился он всем этими голами в Лиге чемпионов. Но к рейтингу так и не прибавил. Возвращается в Баварию. Спинозол у нас вроде был. В Лиганес он ушел. Но плюс 1 к рейтингу он к себе добавил. Миранчук также зимой перешел из Локомотива. Плюс 1 к рейтингу добавил. Ну и Дебала здесь просто невероятный сезон. Плюс 4 к рейтингу. 93 лучших сейчас футболисты, наверное, в мире. Гаррет Белл. Практически рейтинг не изменился. Да и многие просто не поняли этот трансфер. Так как он мало очень забивает. Марио Манджукич не добавил. Естественно, к рейтингу в его возрасте. Но это был его самый, наверное, лучший сезон за карьеру. Евгений Коноплянко куплен тоже зимой. Ничего не прибавил к рейтингу. Ну и Кришна Роналду с возрастом все-таки потерял минус 2 к рейтингу. Давайте по статистике посмотрим, кого я больше всего и меньше всего выпускал. Итак, меньше всего я выпускал. Так, ну это арендованные, это не считаются эти игроки. Ну некоторые вот здесь все-таки играли. Потому что они в чемпионате Италии. Коноплянко, Барзагли. Вот они по 10 матчей они отыграли за сезон. Ну вот так вот. Барзагли я просто потом потерял из состава и забыл про него. Ну а больше всего матчей отыграл внимание Мандрагора за... Так, это Кратона, если я не ошибаюсь. В чемпионате Италии 36 матчей, 2 в Кубке Италии. Забил, между прочим, 5 мячей. Ну, хороший сезон для себя провел Марио Манджукич, 37 матчей. Вот он наш лидер. Меньше всего за нас забил. Так, ну вот таких игроков вообще не будем считать, что типа оборонительные. Ну у кого-то хотя бы один гол должен быть у нас. Вот у Эктора Беллирина, например, один гол. Также у Пьянича, к сожалению, один гол. И тот в чемпионате Джорджо Келлини в Лиге чемпионов забил. Георги Джикия в чемпионате забил. Ну, вот такие дела. Ну а теперь будем смотреть мы на лидеров нашей бомбардирской гонки. Но все-таки это Крещано Роналдо. 44 забитых мяча за сезон, 33 у Марио Манджукича. Ну, если не брать даже вот этот предсезонный турнир, то 31 гол у Марио Манджукича. И получается 38 у Крещано Роналдо. Все-таки все равно невероятный сезон для себя сделал Крещано Роналдо. Больше, меньше, давайте всего посмотрим, кто отдал голевых. Кто хоть у нас там и играл, а самого не отдавал. Ну, а Джорджо Келлини, Джикия отдали. Хеведес по одной голевой передаче. Это самый минимальный показатель в нашем клубе у этих игроков. Ну и лучшим ассистентом стал Марио Манджукич. 16 голевых передач, 11 в чемпионате Италии, 3 в лиге чемпионов. Ну и, между прочим, чуть-чуть поменьше отдал Бернардески в чемпионате. Но все-таки тоже 16 голевых передач. Вот Бейл, где и стрельнул, все-таки в голевых. 9 голевых в лиге чемпионов, неплохо. Ну и по сухим матчам меньше всех. Насухо отыграл Ква-2 Само, 3 всего лишь матча в сухую. Ну и больше всего это Марио Манджукич. 11,9 в чемпионате, 1 в лиге чемпионов и 1 в кубке Италии. Давайте по характеристикам мы уже посмотрели. Самого молодого игрока мы сейчас увидим. Именно нашего состава, а не арендованных игроков. Это Бентак Тур, ему 20 лет. Ну а самый возрастной это Андреа Бардзагли, ему 37 лет. Посмотрите, какой тут отрыв, 4 года буквально. Самый низкорейтинговый игрок в нашем составе это Александр Зинченко, 77 рейтинг. Но все-таки он был ключевым игроком в концовке сезона. 93, Павло Дебало, лучший рейтинг. Больше всех за сезон потеряли Бардзагли, Роналдо Келлини, Маркизио и Хадиро. Но это все те игроки, которым уже за 30. Ну и больше всего прибавил это Зинченко, плюс 7, Алисон, плюс 5, Павло Дебало, плюс 4. Посмотрим. Самый дорогой это Павло Дебало, 133,5 миллиона. Он, посмотрите, на 50% повысил свою трансферную стоимость. Но самое минимальное у действующего игрока в клубе у нас. У Бардзагли 4,2 миллиона. Ну что ж, давайте теперь еще и посмотрим в бомбардирской гонке. Там все такое. По каждому Манджукич, Роналдо и Белоти. Ну, кстати, Белоти догнал Роналдо. Не сравнялись, но Роналдо все-таки на второй строчке. Бернардески и Манджукич, два лидера в голевых передачах. Больше всех насухо, к сожалению, стал Рейна и Донорума, которого мы, кстати, правильно что и вызвали в сборную. Ну и исчезли здесь вот 8 матчей насухо. Алисон 7. Больше всех желтых получили Гентилетти и Линетти. Но у Ювентуса будет ли здесь наблюдаться? Нет. Ну и по красным карточкам Радованович, Нкулу и Фернандес. Две за сезон. Также здесь мы видим Хеведес одну получил, красную и Дешилью. Переходим дальше. Это суперкубок и здесь ничего интересного. Три мяча забили мы, два пропустили. Голевые вы видите. Победскую нету. Бенатия желтую получил, красных ни у кого. В кубке Италии лучшим стал это Ларс Штиндель. Это немец и старина. Ну а наш, скорее всего, игрок здесь и не наблюдается. Хотя нет, вот он Крещен Роналду. Один забитый гол. Голевых больше всего у Найн Голлана. Их три. Ну и Маркизи отдал одну. Так же как и Манджукич. И Дуглас Коста. Победа сухую здесь у Щесна одна. А у Рейны их две. Ну вот единственное удаление еще было. Так, этот претезон неинтересный. В Лиге Чемпионов, как я говорю, Дебала оторвался от Неймара с семью забитыми мячами. И на законную вторую строчку он добавился. Бэйл лучший ассистент. Так что вот где он все-таки себя проявил. Терштеген лучший голокипер Лиги Чемпионов. У нас это Алисон. Всего лишь две победы в сухую. Ну вот Вертонген. Много игроков, которые по три получили. Ну вот они, все игроки, которые получили по одной красной карточке. Ну Лига Европы. Это Марсель. Лучшие бомбардиры. Хоть и победил там Ливерпуль. Забили. Ну посмотрите, 22 мяча. Джермальный Пайет. Неплохо. Бенат. И другие здесь забили. Вот отдали голевые передачи по четыре. Манданда, Ассенхо и Критсюк. Встал в лидеры по победам в сухую. Неплохо. Ну и на этом все, друзья. Наверное, заканчиваем мы. Ну и теперь остается нам все-таки, наверное, вот сюда. Вот последний момент заглянуть. Моя карьера. Вот он он за сезон. Выиграть чемпионат мы это сделали. В кубке мы дошли до четверть финала. В чемпионате мы выиграли. Суперкубок выиграли. Лигу чемпионов выиграли. Больше всего мы заплатили за Белла 111 миллионов. И получили 118 за Игуаина. Ну и давайте посмотрим на матчи. 59 матчей. 47 побед. 10 ничьих. И 2 поражения. Давайте я сейчас даже посчитаю, сколько это у нас коэффициент побед. 59 раз это 100%. Неплохо. Такой коэффициент 79,6% у нас коэффициент побед. Ну и давайте еще и посчитаем, сколько мы забивали в каждом матче. Можно так приблизительно сказать. Забитый 171 мяч за сезон. Но по 2,8 мяча мы где-то за матч забивали. И пропускали всего лишь по одному примерно мячу в матче. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Мы сейчас, естественно, додвинемся до старта чемпионата мира. Здесь нам истекают сроки. Полное выздоровление у Хеведеса. Так что и нам сейчас еще должно прийти, что какие игроки идут на чемпионат мира. Мы, естественно, это проанализируем. И скажем, достойны ли они места в определенной сборной или все-таки нет. Закончим тут у некоторых тренировок. Айсон, наверное, будет самым высокорейтинговым голкипером в сборной Бразилии. Потому что там Эдерсон просто вне конкуренции. Это долг, естественно, ролик получается. Вот, игроки отправляются в сборную. Сейчас мы это и пронаблюдаем. Маркизио, Барзагли, Бернардески, Келлини идут в сборную Италии. Матюди во Францию, исчезный в Польшу. Бейлос в сборную Уэльси. Меранчук и Джики, естественно, в сборную России. Дибала в Аргентину. Сандро в Бразилию вместе с Алисоном. Кричано Роналдо не попал, что ли, на чемпионат мира? Сборная Португалия, я не понимаю. Наверное, так. Поэтому он и не попадает. К сожалению, значит, без Кричано Роналдо будет этот чемпионат мира. Но вот Роналдо все-таки еще и не выиграет чемпионат мира. Но будем надеяться, что все-таки у сборной Италии это получится. Вот уже первая игра против румынов. Спасибо, говорит нам сами Хадира. Ну все, друзья, вот он, FIFA World Cup. Мы готовы к этому. Так что уже со следующих выпусков будет только чемпионат мира. В следующем выпуске мы отыграем все три матча, именно группового этапа. А там уже дальше будем смотреть, выходим мы из группы или нет. Так что уже может даже в следующем выпуске у нас закончится наша карьера. Спасибо вам большое, что вы смотрели весь наш сезон до конца за Ювентус именно. Ну так вот получилось, что еще немножко выпусков из-за сборной Италии. Но все-таки, мне кажется, чемпионат мира мы правильно сделали, что все-таки решили тренировать сборную на чемпионаты мира. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok